Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из города курорта Анапа. Лужи, которые напоминают о том, что два дня назад у нас здесь были ливни в Сочи. Реки выходят из берегов, подтопления идут. Никто как будто не ожидал и не знал, что строиться в реках нельзя. Но такие вот моменты происходят, они не часто к радости, дай бог, чтобы поменьше их было. Это у нас парк аттракционов в джунгли. Мы сегодня находимся в районе речки Анапки и посмотрим этот райончик, как он выглядит и что здесь вообще в принципе происходит. Тут новости тоже есть печальные. В Анапе светит солнышко, плюс 12, теплышко. С утра был ветер, сейчас погода наладилась, стала гораздо лучше. Есть печальные новости из Крыма, сейчас там идет атака. Информация от телеграм-канала Разважаева сообщает о воздушной тревоге на территории Севастополя. Жители призвали плотно закрыть окна, перекрыть газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Людям на улицах рекомендовали пройти убежище. Также ряд источников сообщает о взрывах над городом. Работает ПВО, сообщается о сбитии двух целей. Ракеты «Нептун». Ряд источников сообщает, что высотный разведывательный БПВ, RQ-4B Global Half, прямо сейчас координирует атаку ВСУ на Севастополь и фиксирует ПВО Крыма. Вот так вот, ребята, для тех вопросов, кого остается открытым, с кем там кто воюет. Скорейшего бы мирного неба, дай бог сил нашим солдатам, чтобы все у них было хорошо. Сегодня хотел бы поздравить Марию, это мама моей дочери Дашеньки, с днем рождения. Пожелайте здоровья, чтобы все в ее жизни получалось хорошо, великолепно и дай бог, чтобы все ее мечты сбывались и цели, которые она поставила. Но самое главное, желаю здоровья и самого хорошего настроения от души с днем рождения. А также сегодня праздник участковых и полномоченных, которых мы поздравляем, желаем, чтобы, ребят, помечу, у вас была работа, ну и всем здоровья от души. Здесь у нас работают багги автодром на берегу реки Анапки, там барбак ловят рыбку, но мы с вами отправляемся на прогулочку. Для того, чтобы вас совершить более интересное, надо перейти через улицу Красноармейскую, которая здесь переходит уже в Пионерский проспект, как раз таки через речку Анапку. С правой стороны у нас открылся перекресток, отсюда проход через Фотиник моря, мы через него вернемся, ребята, сегодня. Я вижу, что привезли какие-то ограждения, что-то здесь будут ремонтировать. Здесь у нас со стороны моря сделали такой более широкий проход, презентабельный, призывающий, прогуливаться именно с этой стороны не стоит. Речку Анапку помню с детства, раньше здесь в СССР были набережные, по ней можно было прогуливаться, входили к этому ранчику. Это было очень востребовано сейчас, причем, к сожалению, нет. И эта территория вообще распродана, стала частной. Магазин перекресток здесь стал своеобразным местом призяжения. Сюда съезжается огромное количество людей. Ну что, магазин всем надо, ну и много еще площадей для аренды. Там возле моря открылся ресторан. Всюду люди тянут большущие сумки. Ну не знаю, чем привлекает это место. Напишите, ребятки, нравится вам ли сюда приходить. В летний период времени здесь пытались сделать частично платную парковку. Сейчас смотрю, что домик отсюда убрали. Ну как работает, она не знает. Сам машину подпакал там возле парка аттракционов джунглей, чтобы было покомфортнее сделать большой круг для прогулочки. Ну так вот выглядит коммерческая зона. Здесь люди выходят поесть перед магазинчиком, потому что там есть готовая еда. Но это первая остановка Тенецкого проспекта в сторону нашего Витязева. Также есть с той стороны белодорожки. Как раз таки вот там самокаты в тему стоят, где они и должны быть. Нас обещают в Анапе, что разберутся с самокатами, придумают новые маршруты. С набережной их уберут из-за большого травматизма. Дай бог, чтобы так и было. Я, по крайней мере, об этом очень сильно мечтаю. И читаю часто в комментариях о том, как люди пишут проклятие всем тем, кто уничтожил голубую даль, базу, которая здесь была. Ну, как говорится, ничто не вечно. Хотелось бы, чтобы эти базы совершенствовались. Но приходят на их место вот такие вот человейники огромнейшие. Недавно в телеграм-канале публиковал информацию о том, что в Джимоте будут строить отель на 1200 мест. И тут я сижу вчера, рецептик искал себе в интернете. Мне выскакивает реклама с той же самой фотографией, которую анонсировала наша администрация. Захожу, читаю, мне предлагают. Купите себе номер в отеле. Ваши апартаменты будут радовать вас долго и приносить вам еще и доход, если вы захотите их сдавать для людей. То есть это апартаменты строят, а не какой-то отель. А что такое апартаменты? Это отсутствие инфраструктуры, отсутствие детских садов, школ на них и все остальное. Потом у нас опять будет не хватать сотни школ и детских садов. Вот так вот и живем, ребята. Бедные Джимоте. Мне тебе очень жалко. Строится это место будет за аквапарком, который есть в Джимоте. И называется Тики-так. А я жду вас в комментариях. Ребята, как вы относитесь к такому строительству? Нравится оно вам или нет? Или все-таки считаете, что Анапа должна быть более зеленым городом, а не застройкой тотальной? То же самое, как и про Благовещенскую с видеосюжетом в прошлом нашем видео с новой Анапой. Там многие люди не увидели деревьев вообще. Ну такая небольшая территория. Это все, что осталось сейчас от Голубой Дали. Как это работает, я честно не знаю. Здесь проход к морю и тоже имеется магазинчик фиг в прасе и другие торговые площади. А в летний период, да как и сейчас, здесь муниципальные дороги перекрыты швакбаумом. Но, как говорится, наша администрация ничего не видит, ничего не слышит. Обидно, что так. А так вообще, в принципе, место хорошее. Я смотрю, вот сюда, по-моему, сейчас можно свободно заезжать, парковаться и прогуливаться. Отлавочки поставили, магазинчики, то есть дача. Видно море. Ну вот как работает. То есть швакбаум на подъеме. Не каждый может заехать и выехать отсюда. Только лишь те, у кого есть на это возможности. Там у нас находится Гранд Отель Анапа. Здесь Гранд Софех Отель большущий. Ну и другие менее высокие здания. Мы прогуливаемся дальше по Пионерскому проспекту. Так как хочется сегодня дойти до другого прохода к морю. Листья на деревьях еще не спешат опадать. Здесь они у нас даже желтеют. Такие действительно красивые краски осени. Получается. Обидно, что у нас идет тотальная застройка. И принимают все вот эти вот или дают разрешение, как правильно сказать, на строительство. Без большущих парковок. Чтобы все машины там помещались. Все у них было хорошо. Чтобы здесь вот такие вот проезды к морю были доступны для каждого человека, который приезжает на море. Наоборот, их надо расширять. Чтобы пляжами пользовались. Пляжам приносило пользу. В плане того, что люди, которые берут их в аренду, могли зарабатывать. А у нас вот этих парковочных мест только для себя. Вот эти отели. Я, к большому сожалению, понимаю, что в дальнейшем это придет к тотальной застройке Пионерского проспекта. И невозможности где-то обычным людям ходить на море. Обидно будет. Ну, смотрите. Где в рассыпную побежали котятки. А там два вообще-таки пушистых. Они все-таки диковаты. Видите? А им сюда покушать принесли в тарелочки. Там сиамские, что ли правильно сказать, с черной мордочкой сидят котики. У них дырочка в подвал. На этой гостинице. Швакбаум проезд у нас называется Голубые дали. Здесь у нас никак не обозначено. С такими арочками проезд. Огромное количество гостиниц. Тот же самый Посейдон. Шашвычный бассейн. Бассейн с общим доступом, если я не ошибаюсь. Можно за денежку прийти покупаться. И там дальше апартаменты тоже строили. Я как-то раз их обозревал на своем канале. Мы дойдем туда вперед. Вообще непонятно. Смотрится где-то маленькие домики. Там деревяшек налетили. Где-то огромные такие строения. Здесь у нас появилась еще и пятерочка на Пионерском проспекте. Так вот зоны украшают цветочками. Симпатично смотрится. И сюда тоже иногда можно заезжать парковаться. Перед этим отелем и пятерочка. Вот как пятерочка без места для парковки. Для меня это вообще какой-то нонсенс. Что не сделать там подземную парковку? Есть технологии, которые все это позволяют. Раз уже развиваете у нас Пионерский проспект в таком формате. Я думаю, что все нацелено на то, чтобы у нас превратилось это большущие апартаменты. Огромное количество, чтобы продали, заработали и забыли. Как говорится, зачем вкладываться постоянно в отдых. Там нанимать персонала и строить какие-либо отели для людей, детей. И с той стороны находится премьера. Проходим детский большущий оздоровительный лагерь. Прям очень интересно, отель это будет или тоже какие-то апартаменты. Аптека, сыр, варня. Вот здесь пооткрывались. Я вот действительно не против того, чтобы у нас город развивался, там что-то строилось, больше людей жило. Но вопрос один остается. Это очистные сооружения, водоподведение, электричество, которое каждым годом становится все меньше. Когда ты видишь, какие мощности закладываются в строительство. Представьте, 1200 номеров там джемотет. По этому же проезду еще один огромнейший отель строится. И куда это все будет сливаться. Очень хотелось бы, чтобы все привели в норму и всех запасов, особенно очистных. Поэтому, что от этого зависит качество нашего моря. Сделали лучше в двойном запасе. Тогда без проблем. Развивайся город Анапа и в таком формате. Не обязательно нужны фабрики и заводы. Можно здесь сделать большущий IT-кластер. Сейчас не обязательно заниматься производством, чтобы приносить в город доход. Мы дошли до проекта Золотой берег. И здесь уже выйдем с вами на море. С правой стороны, одна из любимых мест отдыха многих подписчиков. Моих, кто любит такой более спокойный, недорогой отдых. Уже недорогой, наверное, сложно сказать. И остановиться с палаткой в том числе. Пляжный поселок зовется он. Здесь у нас кафе-отель. Застройки все ближе к дорогам. И тут есть такой большущий заброшенный комплекс, который тоже не застроен. Но, говорится, золотая земля стоит неиспользованная. Ну, все кому-то принадлежит. Как говорится, есть собственники, которые хотелось бы, чтобы развивали эти территории. С другой стороны, чем больше развиваются территории, тем меньше свободных пляжев на Пионерском проспекте. С другой стороны, тем больше людей приезжает на отдых. И, возможно, тем больше доход в город. За счет этого будут строить, наверное, красивый тротуар. Чтобы можно было идти не по дороге, а не вот такие перепады. Не пойми, как соединяются. Неужели люди не могут между собой как-то договориться, чтобы сделать все в едином стиле, красиво и симпатично? Пока, по факту, видим вот такие вот моменты. Сюда также летом не заехать. Туда дальше вообще круглый год невозможно подъезжать. Потому что везде шлагбаумы. И как-то здесь был конфликт с людьми, отдыхающими у нас. И был он в формате того, что люди шли с моря и бросили в бутылки стекло. Попросил убрать, там слово за слово. И там чуть до драки дела не дошло. Просто когда ты вчера убираешь мусор, делаешь пляжи чистыми, а на следующий день видишь, как кто-то берет и мусорит. Очень сильно бесит. Ну вот мы дошли. Здесь у нас Long Beach Hotel. Там, понятно, проезд к морю закрыт. Так и должно быть на каждом проезде, чтобы машины не выезжали. А с этой стороны у них, типа, кусок своего проезда. Это вроде как муниципальная земля. Проезды не могут, наверное, продаваться к морю. Но по факту вот люди себе взяли, огородили и живут и радуются. Ну что, симпатично, классно, интересно клуб-отель сделал. Чего не отдыхать так, да? Прямо на берегу моря. Именно этот пляж, он дальше от речки Анапки находится. И ссылается тем, что здесь море всегда гораздо чище. Запоминайте те места, в которые вы можете приехать и, так говорится, наслаждаться морюшком. Мы дошли до полного такого вакханального места. Здесь у нас строят вот такой паспорт. Объект вам покажу. Оборудование для проведения пляжных видов спорта. Вот туда гранд-отель Анапа. Снесли все деревья там на пляже, кроме одного что ли. Там за ними вот напротив голубой дали у нас были площадки для того, чтобы можно было разместить вот это вот строение. Но выбрали вот это место. Посносили деревья, где поднимают здесь грунт на пляже для того, чтобы сделать спорт-объект. Вроде обещают, что он будет бесплатный, с доступом для всех. Вроде бы обещают, как говорится, что здесь будет классно. Но по факту пока мы видим вот спиленный локсири. Вроде бы как бы и спорт надо развивать. Но что-то мне кажется, такие вот методы это немножко варварство. Если я так добро выражаюсь. Самое интересное было для меня, тут по ночам пилили деревья. Люди присылают видео, говорят, что так происходит. Но так прокуратура должна смотреть на использование береговой линии. И, как говорится, делать выводы, что как и где происходит. За каждое вырубленное дерево вроде как несут ответственность и должны платить по 60 тысяч рублей. Но стоит ли эти 60 тысяч рублей спиленных наших деревьев лоха серебристого? Вот видите, сейчас этот угол до сюда доведут. И вот эти деревья, как минимум вот это, вон то пойдут под спил. Трешовая ситуация. Вроде бы не ради площадок к нам приезжали люди. Да и можно было где-то найти, там привезти песок или еще что-нибудь. Не обязательно застраивать именно в тех местах, где экосистема наша просто невероятная. Представьте, лес маслин лоха серебристого на берегу моря. Это же, ну, что-то невероятное. Дюны здесь давно уже разровняли. Они были вот такие же примерно. Но теперь в итоге пришла очередь фатальной застройки и уничтожения зелени. Тут борется у нас зеленью везде. Просто посмотрите, это Анапа, ребята. Вот этот пляжик, это Анапа. Для тех, кто удивляется, говорит, откуда у вас такая красота. Просто побережье-то у нас большое. Больше 40 километров только песчаных пляжей. Громное количество каменных пляжей. То есть, говорит, она любой вкус и цвет выбирает и отдыхает. Здравствуй, морешко. Ты сегодня у нас еще волнуешься. Но, тем не менее, прекрасно и классно. Это радует. Температура воздуха у моря показывает 15,2. Дальше от моря температура 12. В чем такая разница? Потому что само море еще не остыло. Ветер у нас поддувает оттуда. Западный, со стороны Крыма идет. И как раз-таки, благодаря этому, у нас воздух возле моря теплее. Ну, так невероятная красота. Давайте, вот, 14,7 даже опустилась немножко. Тучка зашла. Рапаны повыбрасывала. Любители ракушек, приходите их обязательно пособирать. Их здесь очень много у нас. Ну, такие, видите, маленькие. Крупных я не вижу. Смотрим, что море и сердце замирает. Так, какого красотища. Ну, получается так, что ради спорта уничтожено еще одно рекреационное пространство на Анапской периспи. Не знаю, как это комментировать. Честно, так надоело со всеми пытаться там воевать. Где-то что-то кому-то доказывать. Рассказывать о важности, целесообразности сохранения песчаных пляжей. Мне кажется, пока не сводит все к черту. Никто особо не поймет, что не надо было ездить на квадроциклах, мотоциклах под дюном. Надо было их беречь. В общем, пока боль не придет, тот человек этого не поймет. Вот так и живем. Ну, пойдемте дальше. Мне, кстати, очень нравились вот эти беседочки. Ни разу в них не сидел, но просто нравились, что они есть такие классные, интересные. Переговая линия здесь довольно-таки узкая. Поэтому как раз-таки и гранд-отель Анапа, и поубирался эти деревья. Ладно, будем следить, смотреть, что тут будет происходить дальше. Но стало лысоватым. Тут был такой прям лес-лес. Сейчас, кажется, все просматривается насквозь. Надо наоборот сажать деревья, а не вырубать, пускай там даже поступать какие-то средства за счет вырубных деревьев Анапа. Администрация Анапа обещает, что в этом году прям будет высадка. Супер-супер много деревьев там от Зеленстроя, посадят. Как говорится, смотрим, как сажают по набережной. Они засыхают, сажают, засыхают. Многие деревья погибают. Из-за этого становится на душе больно. Там пока судятся, можно было как-то спасать деревья. Ладно, много вопросов, мало ответов. Только можем, как говорится, со своих диванных мест критиковать. Может, так и надо все делать. Кто его знает, ребята, об этом обязательно пишите в комментариях. Ну и от Морюшка привет вам всем во все ваши города. Пишите, какая у вас погода. Это тоже интересно. В Телеграме мы каждое утро там переклички устраиваем. Как у нас, как у вас. Это тоже очень интересно смотреть. Здесь, помимо того, что деревья поубирали, вы видите, как постепенно появляются такие строения. Все больше и больше пляж на территории. Начинает, похоже, на дополнительные пристройки. Тут ресторан поставили, теперь баню поставили. А максимум должны быть какие-то конструкции, навесы, волейбольные площадки. И только не всего. Ну, вот по факту вы видите, как развиваются территории. Как их видят в дальнейшем собственники этих мест. Вот как здесь. Гарб отеля Напа. Дорого, богато, красиво, классно, интересно. Но только местным людям все меньше территории. Или даже, скажем так, диким отдыхающим, которые приезжают, снимают номера в других отелях, скоро, возможно, на побережье не останется. Это кажется, что там пока все застроят. А оно вот, я помню, как здесь по лесу лазил из маслин. И гуляли, отдыхали совершенно свободно. Вот вам, пожалуйста, каменные джунгли на приступают на наши пляжи. Такого леса, как видите, мы прошли здесь на территории, осталось только вот там несколько, 4 или 5 деревьев. Разница, представляете? И по поводу спортивных объектов. Вот сейчас туда дача на пляже. Мы выходим, и просто невероятно большущая территория. Свободная от деревьев и всего-всего. Почему вот в этом месте, где у нас уже была футбольная площадка, нельзя было организовать именно вот это. Просто вот чуть-чуть ближе к городу. Мне кажется, даже выгоднее и удобнее людям было бы сюда добираться, до спорт-объекта. Тем более, там разные уже конструкции установлены. Сделайте здесь. Но, видать, эта территория пользуется большим спросом для арендобрателей, чем та. Ну, я не знаю, как понять то, что там происходит. Потому что там также техника выровняла песок. Вы видели сами сейчас все. Мои глазами еще порубят деревья. А вот вам, смотрите, какая огромная территория. Ну, создавайте пляж в виде спорта здесь. Может быть, это кто-то уже купил и сюда уже никак не влезет. Вот такие вот дела. Ух ты, что я нашел. Просто посмотрите, сколько здесь тропанчиков прям. Большое количество. Не знаю, почему именно тут они так лежат. Прям недалеко от центрального пляжа Анапа. Интересно всегда наблюдать за погодой. С той стороны, в районе Джемате Витязи, у нас голубое небо. А на Анапе сгущается туч. Просто небоскребов понастроили. Они останавливают ветер. Здесь уже останавливается его течение. Поэтому всегда туч больше на Анапе, чем над голым побережьем. Такие дела. Это мое мнение. Может, я, конечно, не прав. У нас Анапа, в принципе, начало Кавказских гор. Здрасте. От души. Вот это прям много лайков нам поставили. Здесь ребята что-то ищут, но не находят. Или находят. Пищит там у них. Классно, когда на двоих одно увлечение. Чтобы не быть голословным, почему я задаю такие вопросы. Почему все через одно место, как должно быть. Я вам покажу сейчас площадки, которые здесь абсолютно свободны от деревьев. Просто с детства мы на них ходили, играли в футбол. У нас тренировки проходили. Для меня было прям большим вопросом, почему именно там началось то строительство. Во-первых, вот здесь, да, площадь просто громаднейшая на пляже, свободная от всего. Тоже на таком же расстоянии, примерно, как и тот стадиончик был. И здесь буквально вот за Дюнгой находится большущая территория, которая была всегда огорожена. Так же, как, в принципе, планируется тот спорт-объект и использовалась под спортивную площадку. Хотя сейчас я смотрю, что здесь уже не осталось ничего не напоминающего спортплощадку. Я так предполагаю, что просто, ну вот, примерно как Гранд Анапа, здесь планируется такая же тотальная застройка и использование этого пляжа. Ну вот он, место свободное, готовое, используйте. Почему нет? Пишите в комментариях. Выбираемся из кущерей. Ну и давайте немножко о хорошем поговорим. Ну вот есть туалет. Я так понимаю, что он не работает. Давайте проверим. Легким движением руки туалет закрыть. Ну, мусорки есть, ладно. Уже хорошо. Можно еще в туалет мусорку. Я же еще. Вот такие площадки мне очень нравятся. Смотрятся красиво. И есть чем позаниматься. И летний период, конечно, жарковато. Но все равно вечернее время прийти. Дочке моей очень понравилось, она полазила. Причем она не одна, таких несколько по пляжам установлено. Рядышком с ними площадка именно вот турники для воркаута. То есть все круто, все классно. Вот таких мест бы побольше в Анапе. Хорошие тоже изменения есть. Вы не переживайте, я не только плохое рассказываю. Но мы дошли до речки Анапки и центрального, в принципе, пляжа. Здесь пространство, когда все не застроено, не заставлено. Просто невероятно большое. Задам еще один небольшой вопросик. Ведь там у нас есть огромное количество площадок и футбольное поле, и несколько волейбольных площадок. Почему там не было все это приведено просто в такую вот норму, что с трибунами, бесплатные туалеты, на центральном пляже, все такое бы сказали спасибо. Но ходят случаи, что там территория тоже продана, и что-то будут скоро строить. Вот так вот, ребята, Анапа вообще... Я, конечно, люблю свой город, но столько вопросов задается в нем о том, как это все будет в дальнейшем развиваться, что мне самому страшно становится. Стараешься как-то не задумываться. Пока вот весь город не поймет, что надо... Если вместе как единое целое стоять за все наши природные богатства, то у нас в большом случае будет очень много подарков в дальнейшем. Вот то же самое строительство за аквапарком. Там были поля, которые принимали воду сейчас. Это все застроится. Не дай бог, опять сильные потопы джемоты вообще. Будет Венецией. И речка Анапка. Здесь у нас открылся Бородощвили. Сеть ресторанов кавказской кухни. А также снизу сети называется. Может, там на дно и ту же. Я не знаю, не особо разбираюсь. Но два заведения, которые новые появляются в Анапе. Здесь лебеди приплывают прям к людям. Говорят, дайте нам покушать. Ну и мостик, через который мы с вами проходим, кстати, остался без освещения. Как я понимаю, ни одного фонаря на нем нет. Просто по обрывали. Как красиво он смотрится. Покачиваясь на волнах. Интересно, смотри, девушка стоит сила. Рюбку ловит. Красота. Заросла у нас Анапка уже. Надо ее поудрезать. Все эти камыши, чтобы было симпатично. Кто-то как-то печально. В центре города смотрится заросли. Такие. Ну, наверное, из Бородощвили тоже нехти виды на камыши. Это улица Набережная у нас идет вдоль всего побережья города Анапы. Можно прогуливаться. Местами с нее даже видно море. Мы же через Фатини будем возвращаться обратно к тому месту, где сегодня начинали с вами наш видеосюжет. В моем понимании, в городе ты должен прогуливаться постоянно под такими деревьями, чтобы они создавали тень, чтобы тебе не было жарко. Потому что в Анапе очень жарко. В зной. Это наша знаменитая скульптура отдыхающего со шляпой. Не забывайте, что если потрете вот этот пальчик, все ваши желания сбываются. Просто загадывайте их. Я всегда загадываю мир во всем мире, чтобы скорее закончились все военные конфликты. Также у нас появляются бутончики роз. В общем, никак не хочет осень заканчиваться и зима приходить. Хотя у нас по температурным режимам, наверное, даже сейчас, да, плюс 14 моря, довольно-таки хорошая погода. Потому что чаще встречаются вот люди в шапках. Это говорит о том, что все-таки кому-то уже совсем холодно. А мне нет-нет, хочется в море скупаться. Обязательно накоплю средства, схожу в баню. Там классно. Также сейчас идет еще время цветения юки. Видите, новые цветочки появляются. Но здесь я смотрю, что розы увядают, к большому сожалению. Хотя есть довольно-таки красивые бутоны. Прогуливаются целыми семьями, сидят на лавочках, позже наших бегемотиков. Шикарный пятничный день в городе Анапа. А здесь у нас выставка теплых вещей на продажу. Вдруг, если бы их уехали, с собой не взяли. Ну и арочная конструкция на фатине. Здесь поубирали магазины, которые были с левой стороны. Это стало как бы очень красиво. Мне, по крайней мере, прям нравится. Пони повели на пляжик. Будут зарабатывать на вкусняшки для него. Ну и здесь у нас сообщество рыбаков, которые ждут с моря погоды и клево. Когда-то тоже буду в ихнем возрасте. Я, заброшу все эти ютубы, возьму удочку и буду стоять ловить рыбку и кормить вот этого кота. Ну или его потомство. Здесь у нас островок кафе. И с правой стороны тоже речка Анапка. Вы не представляете, сколько раньше в ней было рыбы. Друзья, мы сюда приезжали ловить живца. Потому что здесь она вот под этим мостом прям кишила. Специально в Анапу, на речку Анапку. Представляете, какие были моменты. Красиво смотрится. Интересно, что здесь будут делать с этими ограждениями. Может быть какая-то опять очередная перестройка, либо еще чем. Если вы вдруг в курсах, пишите. Если что-то интересное происходит в Анапе, что-то сняли, всегда присылайте в Telegram, либо в WhatsApp. Лучше в Telegram, конечно, по номеру 8 988 333 7887. Также по нему можно поддержать канал донатом. Будем благодарны вам на бензинчик. Всегда нам надо. Анапская идиллия. Радует, что ничего кроме шума моря не слышно. Бегут облака. В общем, такая вот курортная красота. Город уходит в бежсезонье и становится все больше притягательным. Именно для людей, которые любят тишину и спокойствие. Ну и многие уже сюда переехали. Я сейчас иду с вами разговаривать. Думаю о том, как я буду тушить хамсум. Что мне еще для этого надо купить. Заехать уже все. Голова моя на кухне. В приготовлении этих всех вкусняшек. Ну и я вас всех крепко обнимаю. Сердцу прижнимаю. Спасибо, что были сегодня со мной. Гуляли. Смотрели с Анапой вместе на меня. И также наблюдали на вот эти вот все красоты нашей природы. Розочки. До вас, девочки. Ну и мужской полк, кто любит красоту, тоже приветствуем. В общем, прогулка завершена. Поехали монтировать. Увидимся в следующем видео. И прощаемся. Продолжение следует.